Прошлое не забывается. Жительница Мариинского посада Галина Петрова написала книгу о работе местного кирпичного завода в годы войны. Проблемные объекты. Депутаты Чебоксарского городского собрания провели выездное заседание комиссии по вопросам градостроительства. По тонкому льду любители зимней ловли уже вышли на рыбалку. Сегодня депутаты Чебоксарского городского собрания провели выездное заседание комиссии по вопросам градостроительства. Народные избранники решили на месте разобраться с положением дел на проблемных объектах. Подробности в нашем репортаже. Первая остановка – микрорайон Кувшинка. Специализированный застройщик-лидер, который возводит эти объекты, может быть признан банкротом. И тогда почти 900 человек будут признаны обманутыми дольщиками. Представитель застройщика уверяет, что возведение третьей позиции начнется на этой неделе. Никто не будет брошен на улицы, будем достраивать. Когда планируете сдать? На следующем году. На четвертой позиции, по словам подрядчика, остались отделочные работы в подъездах. На этажах дома депутаты увидели мусор, сваленные в кучу материалы и открытые коммуникации. Чтобы что-то разглядеть, многим пришлось подсвечивать фонариками мобильных телефонов. Как утверждает представитель застройщика, квартиры готовы к сдаче дольщикам. В черновом варианте. Уже на следующей неделе застройщик обещает начать подготовку всей необходимой документации. Ну что-то у нас сомнения закрали, что вы к Новому году. А здесь ничего не надо делать больше. Все уже готово. Черновой? Нет, черновой еще. Они сами должны приходить, это по условиям договора? Да, по условиям договора. Еще одна проблемная позиция в Кувшинке – 19-е. В сентябре этого года застройщик должен был сдать объект. Но он пока на нулевом цикле. Разрешение на строительство продлили до февраля 2023 года. И опять представитель застройщика был оптимистичен. График поставки материалов сегодня уже возобновляем. Завтрашний день должны счета оплачивать. Плохо? Вы пытаетесь нам что-то объяснить? Пока все очень плохо. Очень печально. Людей даже здесь на объекте нет. Поэтому комментировать смысла нет никакого. Не ведутся работы и по адресу улицы Речников, 7. Дом включен в реестр проблемных еще в начале года. Сейчас идет сбор документов от конкурсного управляющего для дальнейшей передачи их в арбитражный суд и в Федеральный фонд защиты обманутых дольщиков, чтобы решить судьбу объекта. Все склоняются к тому, что, в принципе, этот объект будет достроен. Если не будет дополнительной экспертизы, я думаю, что к лету начнется строительство. Будем верить, будем надеяться, что все интересы граждан и дольщиков этих компаний будут учтены. Наша задача – рассмотреть, на какой стадии строительства, принять меры и понять, правду ли говорит застройщик. Более оптимистичная картина предстала перед комиссией на объекте компании «Гранит» на Алсламаса-11. Здесь осталось доделать подпорную стенку. Это замечание, которое выписали надзорные органы еще весной. Застройщик уверяет, что закончит ее строительство в ближайшие дни. Хотел бы пораньше вообще-то. Я не знаю, почему вы людей не хотите заселить. Мы же все равно это доделаем. Надо бы заселить людей. В единый реестр проблемных объектов дом попал в июле 2020 года. Застройщик нарушил сроки передачи квартир более чем на 6 месяцев. Процесс длится с 2018 года. Ну, конечно, постараемся поддержать, помочь, но с выполнением всех условий, которые просят наша администрация и органы прокуратуры. Теперь депутаты намерены выслушать и другую сторону – встретиться с дольщиками и надзорными органами. Мы еще не остыли от выборов, которые прошли у нас в сентябре месяце. И мы помним те наказы наших избирателей. И очень много было наказанных, связанных именно с проблемными объектами. Поэтому наша комиссия сразу же взяла их на контроль. Татьяна Молокова, Николай Скворцов, Республика. Федеральная программа «Стимул» – важная часть национального проекта «Жилье и городская среда». Она направлена на развитие социальной инфраструктуры в новых микрорайонах. В 2020 году в Чувашии по программе «Стимул» построены три автодороги на сумму более 140 миллионов рублей. Две дороги, проложенные в микрорайоне «Новый город», обеспечили строительство порядка 95 тысяч квадратных метров жилья дополнительно. А в микрорайоне «Университетский» с помощью новой магистрали удалось снизить транспортную напряженность и запустить общественный транспорт. Всего же за последние несколько лет на реализацию этой программы в Чувашии направлено порядка 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Построено пять детских садов и семь автомобильных дорог. В дальнейшем мы планируем также участвовать и реализовывать эти программы. В этом году правительством Чувашской Республики была направлена заявка для участия в комплексном отборе субъектов Российской Федерации. В заявку вошло 10 микрорайонов Чувашской Республики, из них 9 микрорайонов – это по городу Чебоксары, 1 микрорайон – Новочебоксарске. Общий объем заявленных средств – это 1,8 млрд. Планируем, что эти деньги будут направлены на развитие инженерных коммуникаций в новых микрорайонах и на строительство автомобильных дорог. В целом ожидаем, что с учетом реализации данных мероприятий мы сможем дополнительно создать условия для дополнительного строительства порядка 900 тысяч квадратных метров жилья. Отремонтировать дорогу, благоустроить общественное пространство, приобрести спортивный инвентарь – это и многое другое стало возможным благодаря республиканской программе инициативного бюджетирования. В Рындинском сельском поселении Цивильского района с дорогами просто беда. Передвигаться по деревне проблемно, особенно по весне и осени после дождей. Местные жители решили поучаствовать в программе и добавили свои деньги к тем, что выделила администрация района. И в этом году отремонтировали две дороги по улице Восточная протяженностью 700 метров и улице Советская 1 километр. По этой замечательной улице, которую мы благодаря закону о инициативном бюджетировании, благодаря жителям республики, мы сделали вот эту замечательную дорогу. Ну как, пришлось, конечно, немножко собрать денег с жителей. По этой улице была непролазная грязь, невозможно. Были случаи даже в советское время, ну и недавно, то, что горели дома, не могли спасти. А сейчас и скорая помощь, и пожарная, не дай бог, конечно, такого. Ну, в общем, все блага цивилизации. Общая стоимость только дорожных работ составила 6,5 миллионов рублей. А еще, по желанию односельчан, благоустроены открытые площадки. Также у нас появились современные детские и спортивные площадки, отвечающие всем требованиям. С резиновыми покрытиями, с мини-стадионом, с волейбольным, футбольным, баскетбольными полями, а также с хоккейной коробкой. Общая стоимость этого проекта более 13 миллионов рублей. Участие в программах позволяет привлечь в бюджет поселения средства федерального и республиканского бюджетов при минимальном софинансировании этих программ самих жителей. На 2021 год уже разработаны два проекта. Жители хотят отремонтировать дорожное полотно в деревне Первое Семеново по улице Молодежная и в Нижних Анатриалах по улице Луговой. Ульяна Пятакова, Дмитрий Салманов, Республика. На заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка в республике обсудили меры безопасности в период пандемии. Еще одна тема – ситуация, связанная с производством и оборотом алкогольной продукции. Соблюдение ограничительных мер на территории республики ежедневно проверяет 25 мобильных групп. Ношение масок и перчаток в транспорте и магазинах, соблюдение режима самоизоляции, сдача тестов после возвращения с отдыха – лишь часть большой и серьезной работы по предупреждению угрозы заражения. Особо пристальное внимание уделяется соблюдению правил работы объектов общественного питания. Уже почти две декады ноября проводятся регулярные рейды по адресам общепита. Выявлено 16 нарушений. По всем проводятся административные расследования. Что касается производства и оборота алкоголя, то здесь за последние 10 месяцев Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской республики провело 268 контрольных мероприятий, по результатам которых выявлено 21 нарушение лицензионных требований, предъявляемых к розничной продаже алкогольной продукции. По итогам 8 юридических лиц привлечены к административной ответственности. Еще и морозов длительных не было, и ледяной покров не успел сформироваться, а любители зимней ловли уже спешат выйти на водоемы и подвергают себя опасности. Лед пока еще совсем тонкий, но это не останавливает поклонников зимней рыбалки. Почему-то почти каждый уверен, что именно он точно не провалится в воду. Толщина льда буквально там 5 сантиметров. А чтобы выйти на лед, толщина должна быть минимум 15 сантиметров. И погодные условия должны быть тоже минус 10, минус 15, устойчиво. Только тогда можно выходить на лед. Ради маленького окунька или большой щуки, ну не стоит рисковать своей жизнью. Жизнь она одна, жизнь она коротка. Дома всех ждут. Если даже взрослые не внемлют предостережению, то что уже говорить про детей? Для них это забава прокатиться по тонкому льду. За 10 лет на воде мы потеряли в республике 512 человек. Из них 57 детей. Это практически получается 3 полнокровных класса. В этом году 29 человек, из них двое детей. Выскочить на лед, прокатиться, это хорошо, красиво, но никто не знает, какая там толщина льда и состояние льда. И поэтому хотелось бы, чтобы мы активно в этом направлении работали. И родители должны об этом постоянно говорить. И еще несколько слов о безопасности. Если вы попали в беду или стали свидетелем ЧП на льду, срочно вызывайте спасателей. Номер 112 можно набрать с любого телефона, даже при отсутствии сим-карты. Ольга Семенова, Маргарита Мельникова, Сергей Копеев, Республика. В службе медицины катастроф 25 лет. Спасение людей, сохранение их жизни в условиях чрезвычайной ситуации и решение должно приниматься мгновенно. И здесь большую роль играет современные технологии специализированный транспорт. Прибыть вовремя, осмотреть место происшествия, понять, кто нуждается в экстренной помощи, если это ЧП или помочь тяжело заболевшему человеку. Врачи наизусть знают алгоритм своих действий. В последнее время служба медицины катастроф расширяет свои возможности с помощью цифровых технологий и современного транспорта. Ежедневно врачи вместе с сотрудниками МЧС мониторят сводку происшествий в Чувашии. Быстро реагируют, своевременно, эффективно на все чрезвычайные ситуации. Координируются, благодаря информатизации серьезной, координируются действия бригад онлайн. То есть можно направить сразу же много бригад скорой помощи. Можно направить, можно корректировать их движение, действия. Можно отработать консультации с главными внештатными специалистами Минздрава Чувашии и принять решение, куда лучше привезти пациента, эвакуировать его, чтобы оказать высококвалифицированную помощь. Предмет особой гордости медиков – высокооснащенные реанимобили, катер и вертолет. Без них помощь не могла бы стать скорой. Мы дежурим и на катерах, и на вертолетах. В зависимости от того, где произошла чрезвычайная ситуация, привыкли работать в различных условиях. Мы готовы помочь людям везде, всегда, в любом месте. Приобретение такого транспорта стало возможным в рамках реализации национального проекта здравоохранения. Инесса Потапова, Георгий Кривошейн, Республика. В год 75-летия победы в Великой Отечественной войне нам важны любые свидетельства тех героических лет. Работа в тылу стала особой страницей военной истории страны. Жительница Мариинского посада Галина Петрова написала книгу «Прошлое не забывается». В ней рассказывается о работе местного кирпичного завода, который сыграл особую роль в жизни районного центра. Завод был построен еще в 19 веке и стал неотъемлемой частью жизни. В годы войны он помог выжить жителям. Книга построена на воспоминаниях работников. Вручную они копали глину, сушили и обжигали кирпичи. В основном они уходили на строительство небольших пекарен. Хлеб был тогда на вес золота. В ходе строительства Сурско-Казанского бронетельного рубежа женщин должны были кормить сами колхозы. Один участок проходил мимо деревни Покровская. Чтобы накормить женщин горячим хлебом, колхозам приходилось в быстрые сроки построить пекарни. И оказывается, эти пекарни были построены как раз из кирпичей, которые выпускались на этом кирпичном заводе. На заводе работали в основном женщины и подростки. Мужчины были на войне. Но сознание того, что они заняты очень нужным делом, придавало им сил. Сырой кирпич возили. Брат возил, я там помогала. И целый день там работали. Шулапом я сверху пустила, и он снизу держал. И так и работали мы. Сначала сырой кирпич пустили, потом, когда сжигали, потом каленый выпустили. Каленый вытаскивали из печки. И там по 200 штук кирпич. Согладывали по 200 штук. И вот так и работали мы. У нас детей много было. Нечего кушать было. И пришлось так работать. И с этим муком мы справлялись. Кормили детей. Завод стал частью истории многих семей. Он не прекратил свою работу и в послевоенное время. Тогда тоже шло активное строительство жилых домов, производственных помещений. Его разрушили в 1962 году. И теперь книга хранит воспоминания. Инна Спотапова, Алексей Зотиков, Сергей Копеев, Республика. 19 ноября празднуется Международный день женского предпринимательства. В Чуваши этому посвятили конференцию «Деловые женщины нового времени. Созидание и развитие». Быть бизнесменом непросто. Однако те, кто выбрал этот путь, считают свою работу главным делом жизни. Лидия Белякова построила бизнес в сфере услуг, совместив работу и вечное стремление женщины к красоте. Главными качествами для бизнесвумена она называет смелость и доброжелательность. Безусловно, внутренний стержень, собранность. Какая-то любовь к людям, что ли, для меня лично в моей профессии это очень важно, потому что мы работаем с людьми в индустрии красоты. И общение, и именно желание делать что-то для людей, а не для денег. Сегодня финансовые вопросы стоят перед предпринимателями очень остро. С трудом пережив первую волну коронавируса, подсчитав потери, бизнес-сообщество не скрывает, что надеется на государственную поддержку. На конференции обсудили возможные меры и формы работы с институтами поддержки бизнеса. С удовольствием могу сказать, что в нашей республике в тяжелые времена пандемии мы поддерживаем женщин-предпринимателей. Мы всячески стараемся вдохновить их, воодушевить на то, что это не конец света. Наша задача общественных организаций именно поддержать женщин морально. Конференция – это площадка для обмена опытом, успешного роста и развития, получения мотивации и просто для встречи с единомышленницами. Несмотря на суровое для бизнеса время, достижения женщин-предпринимателей в социальной и благотворительной сферах по-прежнему заметны. Ольга Семенова, Николай Скворцов, Республика. Это были главные новости четверга, 19 ноября. А я прощаюсь с вами, до завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова